Как рассказал представитель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Ревяко, в середине декабря для выявления случаев несанкционированной вырубки елок созданы специальные рейдовые группы из сотрудников природоохранных служб и госавтоинспекции. В их обязанности входит контроль лесных зон на предмет незаконной вырубки зеленых насаждений. Граждан, выявленные в ходе таких елочных рейдов, привлекут к административной ответственности. Работа ведется довольно серьезная, разными структурами, то есть и госинспекцией при президенте, и нашими инспекциями природоохранными, совместно с РОВД, и рейды проходят. И сейчас усиленные меры принимаются по недопущению нарушения природоохранного законодательства. За прошлый год три протокола всего лишь составлено, поэтому я считаю, это уже показатель сводится практически к нулю. Елочные базары в Бресте начали торговлю пушистыми живыми красавицами за две недели до Нового года, причем деревца можно подобрать на любой вкус, кошелек и размер комнаты. Вместе с тем, как показывает практика, в области еще остались любители бесплатных елок, которые предпочитают срубить дерево в лесу. Штрафы сегодняшний день на физлица начинаются от 5 до 50 базовых величин, это как бы уже немало. Дальше, если ИП от 20 до 200 базовых величин, серьезные расценки, и юрлицо от 50 до 300 базовых величин. Ну и плюс, естественно, ущерб, согласно указу президента 348-го, на каждую елочку срубленную. Ну и для примера, значит, 5 базовых величин, плюс еще, значит, все расчеты, получается, грубо, елочка до метра, которая на рынке стоит 7,50, она обойдется 125 рублей. Сегодня выбрать и купить живую елку можно почти на двух десятках торговых точек областного центра. Цены доступные. Захотелось эксклюзива? Тогда вам помогут в любом лесничестве. Там вообще продадут елку без торговой надбавки. Ближайшие к Бресту – это Муховецкая, Чернавческая, Пелищанская и Каменецкая. Ирина Решова, Павел Молшонок, Антон-Луковкин, телекомпания БОК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok